всем привет меня зовут мария мироневич и вы на канале как похудеть я похудела уже на 52 килограмма и сегодня мы с вами приготовим вкусное новогоднее меню которая подходит для людей которые ведут здоровый образ жизни и снижают свой вес хотя бы хотят не набрать лишнего за новогодние праздники и еще сейчас сразу с вами поделюсь ссылкой мы снимали бюджетное меню на четверых человек за 999 рублей ссылочка вот здесь обязательно посмотрите возможно какие-то идей вы найдете для себя а теперь мы с вами начинаем готовить как всегда вкусное простое и полезное меню конечно начинаем готовку с горячего здесь у меня полкило индейки и я ее нарезаю на достаточно крупные кусочки вот такие красивые кусочки индейки получились наша задача сейчас ее замариновать я добавляю столовую ложку соевого соуса столовую ложку сока от ананасов присыпаю копченой паприкой обожаю эту приправу кто смотрит канал постоянно знает ну и перчу по вкусу у меня смесь перцев я ее измельчаю на мельничке теперь нам остается перемешать все потому что все готовится очень просто и быстро индейка как и курица маринуется очень быстро еще благодаря тому что мы оставим ее в теплее то есть при комнатной температуре пока будем подготавливать остальные ингредиенты перед тем как готовить шпажки нужно замочить хотя бы на полчасика теперь я их из подходящей по размеру посуду достаю и просто кладу на бумажное полотенце из них уйдет лишняя влага я обожаю такое сочетание индейка и ананасы для меня это очень по-праздничному с ананасами поступаю просто просто вот так на четвертинки разрезаю и еще вот так делаю на восьмеринки получается для того чтобы было наряднее я взяла половинку красного и половинку желтого так будет очень красиво и по-праздничному перец я сейчас нарезаю достаточно крупно вот на такие кусочки итак начинаем одевать на шпажки сначала ананасик потом кусочек перчика ну и наконец-то нашу красивую индейку и повторяем ананасик теперь желтый перчик индейка вот так красиво это выглядит у меня есть вот такая решетка гриль я ее предварительно смазываю маслом именно туда буду отправлять шпажки с нашими шашлычками вы конечно можете отправить просто на противень либо на какую-то посуду которая есть у вас и шпажки туда подходят по размеру наши шашлычки вот так красиво нарядно по новогоднему выглядят самое время отправить их в духовку разогретую до 180 градусов пока шашлычки запекаются мы не теряем времени и начинаем готовить салат для этого я сначала полукольцами нарезаю обычный репчатый лук на сковороду я заранее налила столовую ложку растительного масла она у меня уже разогрелась сейчас разделяю лучок на кольца и оставляю пассероваться на сковороде еще для салата нам понадобится три шампиньона у меня они крупненькие и сразу хочу сказать как всегда все ингредиенты будут в описании под этим видео обязательно заглядывайте вот такими тоненькими пластинками я нарезала шампиньоны и отправляю их к луку грибы я сразу перчу чтобы от перчика остался аромат ну и конечно лук и грибы нужно перемешать наш салатик будет с индейкой индейку я предварительно приготовила и у меня ее 150 граммов нарезаю и мелким при мелким кубиком после индейки я натираю 3 яйца на крупную терку и не забываю конечно что грибы нужно помешивать тем временем мы не забываем про шашлычки их нужно сейчас перевернуть для того чтобы они равномерно запеклись вы видите эта сторона уже у нас подрумянилась мы хотим красивые шашлычки поэтому сейчас их перевернем это тот соус которым я их мариновала щедро смазываю их и отправляю в готовку и будем уже готовить до готовности следующий на очереди у нас красавчики соленые огурчики я их сначала нарезаю на пластинки теперь каждый огурчик я разрезаю на три части и вот на такие тоненькие брусочки нарезаю наши огурчики средом мелко нарезая зеленый лук вы можете использовать любую зелень которая у вас есть ну или которая вам просто нравится грибы я уже отправила в салатник и немного их присаливаю и добавляю все ингредиенты огурчики яйца которые мы натерли на крупной терке индейку зеленый лучок наш салат заправляет двумя столовыми ложками сметаны вы кстати можете использовать йогурт добавляю столовую ложку зернистой сладкой горчицы и еще добавляю чайную ложку лимонного сока теперь наша задача всю эту вкусноту и красоту перемешать для того чтобы салат выглядел нарядно по-новогоднему я его буду сервировать с помощью вот такого кольца его диаметр 18 сантиметров наш салат готов остается отправить его в холодильник для того чтобы он настоялся и принял форму кольца а мы с вами продолжаем приготовление нашего новогоднего стола прошло 35 минут и наши аппетитные ароматные шашлычки из индейки с ананасом и сладким перчиком готовы это значит что духовка освободилась и мы с вами сейчас займемся приготовлением десерта это будет вкусный пирог с ананасами давайте готовить скорее как всегда рецепт простой и очень вкусный начинаем жидких ингредиентов первыми в миску отправляют три куриных яйца сейчас наша задача их немного перемешать взбивать их не нужно просто мы их размешиваем белок желтком здесь у меня одна столовая ложка сахара с ванилью это коричневый и столовая ложка обычного белого сахара добавляем к яйцам ну и конечно перемешиваем я уже добавила 40 граммов сливочного масла которое предварительно растопила микроволновки добавляю 100 миллилитров теплого молока перемешиваю просеиваю 150 граммов цельной зерновой муки и я туда сразу добавила пакетик разрыхлителя 10 граммов для аромата добавляю столовую ложку кокосовой стружки и теперь нужно перемешать все чтобы получилось тесто у меня форма диаметром 22 сантиметра вот так красиво суда умещается 4 колечка ананаса заливаем тестом наши ананасики отправляем наш десерт в разогретую до 180 градусов духовку еще я хотела сказать что используют цельнозерновую муку а какую муку и где ее покупала посмотрите обязательно это видео я надеюсь вы для себя найдете что-то интересное и полезное это закупка продуктов и меню на целую неделю для здорового образа жизни пока печется наш десерт будем готовить овощной салат овощи на новогоднем столе должны быть обязательно ведь это вкусно и полезно давайте готовить я буду использовать половину крупного кочана салата айсберг нарезаю его сначала вот так поперек а теперь буду резать на вот такие крупные кубики и пластинки полоски в общем кому как нравится я добавляю столовую ложку соевого соуса столовую ложку бальзамического уксуса чайную ложку горчицы зернистый и 2 столовые ложки обычного растительного масла вы по желанию можете добавить ароматное либо оливковое сейчас я все перемешаю айсберг все это впитает будет очень вкусно но и хрустящим 3 средних огурчика я очистила от кожицы нарезаю сначала полосками а затем тонким брусочком еще для салата у меня есть половинка желтого и красненького перца будет очень красиво нарезаю перчик тоненькой соломкой еще я нарезаю мелко зелень укропа вы опять можете выбрать зелень которая есть у вас либо отказаться от нее совсем это дело вкуса еще совсем немного присоливаю салат потому что мы добавляли соевый он соленый и добавляю баночку кукурузы остается всю эту красоту перемешать вот такой нарядный очень аппетитный получился нас с вами овощной салат кстати как вариант айсберг вы можете заменить на обычную пекинскую капусту будет тоже очень вкусно прошло 35 минут наш пирог готов давайте скорее посмотрим на него вот такой он красивый румяный там видны ананасики а это значит что после новогоднего застолья нас ждет чаепитие с ароматным пирогом и так к основное блюдо десерт салаты готовы давайте приготовим что-нибудь еще быстро и вкусно и это будет канапе давайте готовить будет два разных вида канапешек как основу я буду использовать сыр сыр у меня гауда я его предварительно убрала в холодильник когда порезала на нужные мне кусочки для того чтобы он был более твердым и проще нарезался сыр я нарезаю на кубики начинаем собирать наши канапе основы будет кусочек сыра сверху я кладу помидорку черри маслину одеваю сразу на шпажку и вот такая милая новогодняя канапешка у нас готова канапе у нас два вида основа опять сыр сверху я кладу ананас и также на шпажки добавляем маслину я такие канапе люблю больше всего обожаю это сочетание ананас сыр и маслины это очень вкусно но во всяком случае на мой вкус и так настал момент оценить наши труды наш новогодний стол готов давайте посмотрим что мы с вами быстро и просто сегодня приготовили вкусного первым делом беремся за салатик снимаем с него сервировочное кольцо и вот так красиво он выглядит мне кажется очень нарядно шашлычки просто безумно аппетитно выглядит ярко красиво замечательный аромат то что нужно для праздничного стола обязательная составляющая для здорового новогоднего стола красивый яркий овощной салатик с пикантной заправкой для тех кто хочет перехватить за столом новогодним что-нибудь вкусненького мы приготовили два вида канапе для любителей классики канапе с сыром помидоркой и маслинами а для таких как я которые обожают сочетание сладкого и солененького будут канапешки с сыром ананасом и маслинами мои любимые и конечно вот он наш красивый десерт пирог с ананасиком вот он ананасик и еще благодаря тому что мы добавили кокосовую стружку аромат не только ананасы но и кокоса очень вкусно и по-праздничному вот такое у нас получилось новогоднее меню все просто и со вкусом это как раз те варианты которые я так люблю ваше мнение как всегда жду в комментариях и обязательно делитесь вашими рецептами здоровых полезных блюд к новогоднему столу мне это очень сильно помогает а вот здесь появятся еще наши новые полезные ну и конечно очень вкусное видео с вами была новогодняя мария мироневич я желаю всем любви добра ну и конечно отличного настроения